Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. И сегодня у нас будут и стихи, и сегодня будет разговор о живописи, сегодня будет наша культурная составляющая в нашей программе, потому что очень приятно, особенно летом, немножко отвлечься от сложных, обыденных проблем, хотя с точки зрения поэзии, живописи и вообще культуры, ведь это всегда о вечном, то, что волнует на каком-то этапе нашей жизни, а иногда это волнует всю последующую эпоху. И сегодня так нам повезло, что в одном лице у нас здесь в студии присутствует человек, и поэт, и поэтесса, и художник, художница Галина Талалаева, которая много лет отработала на Люберецком радио, которая член Союза писателей России, член Союза журналистов России и почетный гражданин муниципального образования Люберецкий район. Здравствуйте, Галина! Добрый день! Ну, давайте начнем. Просто мы же коллеги с вами, я на радио 25 лет работаю. Скажите, что для вас радио было в Люберцах? Радио – это волшебное искусство. Голос человека – это самое красивое, что существует в природе. То, что существует, мне скажут, там море шумит, там ветер, музыка. Нет, ребята, голос человека – это то, что открывает и его мысли, и его планы, и его дела какие-то. Поэтому я очень любила встречаться с людьми в студии, с людьми на каких-то мероприятиях. И всегда потом старалась сама себя проэкзаменовать. Угадала я характер этого человека или не угадала. Чаще угадывала. И очень часто герои наших программ, люди, с которыми мы встречались как будто бы по таким будничным темам и проблемам, становились на долгие годы нашими хорошими друзьями. Вся наша студия, девочки все, которые работали со мной, мы дружили с теми людьми, о которых рассказывали в своих передачах. То есть такой конгломерат получался уже и гостей, и сотрудников. Я уже больше 10 лет не работаю, но те люди, с кем пересеклась моя судьба по жизни – спасибо, радио. Эти люди никуда не пересекли. Ну вот скажите, мы же сами понимаем, как радищики, что эфир – это же действительно… Это такое… Это болезнь, когда человек попадает. Это какая-то параллельная жизнь, параллельное существование, и очень трудно расстаться с микрофоном. Расстаться трудно. Но, тем не менее, у вас появилась возможность стать глашатаем. То есть поэзия, вы смогли, научились складывать буквы не просто в слова, а в смыслы. И мало того, вам этого тоже было недостаточно. Вы пошли еще дальше… Останавливаться нельзя, не началось. Да, и пошли в живопись. То есть, наверное, у каждого человека, для каждого человека есть какая-то такая своеобразная заготовка. И если он понимает это, то он может все ее заполнить. А может остановиться на чем-то одном. Тем более, что… Я почему вспомнил о радио? Потому что это творческий процесс, когда ты с помощью голоса должен передавать чувства не только свои эмоции, не только свои, но и коллеге. А когда есть, как говорят у нас на телевидении, картинка, то уже полегче, попроще. Тем более, хороша картинка, когда у нас есть картины. Во второй части нашего разговора мы обязательно их покажем вам. Вот они лежат здесь у нас на столе. Это картины, которые написаны также Галиной Талалаевой. Ну, а я хотел бы все-таки начать со стихов. У нас сегодня полупоэтическая программа. Я знаю, что вы очень хотели вспомнить одного человека, который очень важен для городского круголюберца. Давайте его вспомним. Невозможно не вспомнить. 7 июля мы отметили 100-летний юбилей Ивана Васильевича Рыжикова, русского поэта, великого русского поэта, замечательного человека, красивого мужчину, сильного, вспоминаем, благородного этого нашего Ивана Васильевича. И год, наверное, ушел у нас на то, чтобы присвоить имя русского поэта Ивана Рыжикова Томилинской библиотеки, в этом все участие принимали. И наш глава нас поддержал, и в администрации много людей, и комитет по культуре, и те, кто Рыжикова знал, кто приходил в наше литературное объединение «Вдохновение», он больше 40 лет руководил этим объединением, и больше 40 лет помогал тем людям, которые наедине с белым листом вдруг начинают рифмовать, начинают думать, а уж не поэт ли я? У каждого из нас бывали такие моменты, и вдруг мы понимаем, ох, не поэт, ох, у меня это не ладится, это я не знаю. А Иван Васильевич мог поддержать. Вот я принесла сюда свои книжки, все он редактировал, все он мне помогал людям показать эти книги, чтобы ни ему, ни мне не было за них стыдно. Но сколько бы мы ни обсуждали какие-то вещи с ним, он находил настолько тонкие, настолько деликатные подходы, даже к тому, с чем я никогда бы не согласилась. И вдруг я говорю, нет, Иван Васильевич, я не могу согласиться. Он говорит, ну, хорошо, оставься так. Он всегда на «вы» обращался. И вот прошло время, я там отстояла 2-3 строки, которые считала, что у меня хорошо. Гениально. Не буду. Ну, про гениальный склад. Ну, я все-таки, да. Ну, настоящее, хорошее. Бывает и так. Да нет, ну что вы, не буду я этого менять. И вот проходит время, и думаю, Галя... А он был прав. Он был прав. Но уже сделать ничего не... То, что опубликовано, то, что напечатано. Я его с огромной благодарностью вспоминаю, Иван Васильевич. И да простит меня его дочка, его родственники, внуки. Не верю в то, что он умер. И вот почему. Все то, что он написал, все то, что он нам отдает, оно к нам приходит. Я много его читала, и уверена, что еще буду читать и каждый раз открывать по-новому. И этого поэта, и этого человека. И сейчас меня очень радует то, что в наших либеретских школах начался конкурс чтецов. Ребята там и пятый, и восьмой, и там еще какой-то класс. Разный возраст, да. Читают стихи и вникают в то, о чем говорит Иван Васильевич. Этот конкурс чтецов будет какой-то финал? Будет финал в день города. Мне ребята так сказали, что в день города будет... Он пройдет по всем школам. Там будет и жюри, там будут и награждения какие-то. Но самое главное, что дети читают поэзию. Дети начинают понимать, что слово намного больше значит, чем просто несколько букв, написанных на бумаге. И тем более сейчас, когда идет очень сложный период в нашей стране, в мире. Без слова трудно. Это слово, родное твое слово, русское слово. И если дети это понимают с детства, со школьной скамьи, я думаю, что мы тогда можем надеяться, что вырастет у нас счастливое поколение. Я себе взяла в эпиграф одно его короткое стихотворение. У него поэмы есть грандиозные, а вот короткие есть такие, которые просто... Вот он пишет, Иван Рыжиков. «Со мной и радости, и боли, Всё, чем я жил, и где я рос, И первый сноп в родимом поле, И по стерне последний воз, И близкий гром весенний ранью, И поздний бой, Но надо всем То горделивое сознание, Что я свой хлеб Недаром ем». И я себе позволила продолжить. Отшумели радости, Отболели боли, Лишь душа не старится, В небесах гостит, Не дрожит, Не молится, Будто перед боем, А знакомый рифом Сердце бередит. Там за каждой строчкой Родина негромкая, Там Россия, матушка, Излучает свет Вешними восходами, Снежными поземками, Где похода к юности Не потерян след. Там за каждой строчкой Обращение к нынешним, К молодым наследникам, Юным землякам. Жизнь бывает долгую, Не бывает лишнюю. Каждый миг откликнется, Если в деле сам. Смело управляешься С дерзкими задачами, И однажды с гордостью Скажешь ты себе, Ем свой хлеб, Не даром я. Все трудом оплачено, Чтобы след оставить Свой на родной земле. Это ваше посвящение В продолжение Этого стихотворения. Да, посвящений Рыжикову У меня много, Я их все люблю. Мы в День памяти Его делали Творческий вечер В Доме литератора В Москве. Тоже приехало Очень много людей, Которые его помнят И которые ему благодарны. И за учебу, И за какое-то, я не знаю, Рыцарское отношение К жизни. Ну вот, кстати, По поводу отношения К жизни и к людям, Я вижу, что у вас есть диплом. Вот там лежит, Прямо рядом с вами. Есть, я хотела похвастаться. Да, давайте похвастаемся. Это диплом, Который Литературно-общественная премия Золотая осень Имени Сергея Синина. И вам вручили его, Так совпало, Как нам сказала Галина Талалаева, Звучили в День рождения Пушкина 6 июля. Давайте покажем его. Вот он. Вот этот диплом. Да, но мало того, У меня еще есть медаль Есеницкая. Вот давайте мы покажем, Поддержим это, Чтобы выделим. Я даже внуком буду. Одному из внуков я сказала, Он мне сказал, Ого! Я думаю, Что он меня тоже похвалил. Ну вот давайте мы В завершение нашей первой части. Какое стихотворение Вы хотели бы сейчас прочитать, Чтобы Вот мы почувствовали, Что Ох, как они правильно Увидели в литературной премии, Что нужно дать такую Награду. Я приготовила, ну, почти все, Что было в той подборке. Давайте самый вот такой. Но прочитаю, наверное, все-таки два. Оно одну коротенько, Вторую подлинней. Давайте прочтем. Вот. И, может быть, потом Проесенский родник, Если получится. Ну, давайте, да, начнем. В минуту веселья, В минуту печали Со мною случалось, И вы замечали, С озвучьем весенним, Паролем счастливым, Сергей Есенин, Светлое имя, Звучит, Увлекает В рязанские дали, Где всяко бывало, Где многих видали, А тонкой березке Золотые монетки По-прежнему звонко Вернется он, Нет ли, Вернется сердешный, Тропою извитый, Пока не сгоревший, Пока не убитый, Вернется он точно, Скажу без запинки, Живой, А не тот, что С музейной витринки, С озвучьем весенним, Паролем счастливым, Сергея Есенина, Светлое имя. Вот давайте мы сейчас Сделаем небольшую паузу, Тем более, что Всплыло в стихотворении Имя Сергея Есенина И медаль С изображением Сергея Есенина И вот Сергея Есенина Мы начнем Вторую часть нашего разговора С поэтом, С художником, С Галиной Талалаевой И есть еще стихи, И есть еще картины, Нам есть еще О чем поговорить. Напомню, что это программа Открытый диалог Сегодня у нас в гостях Поэт-художник Галина Талалаева И мы в первой части Вспоминали уже И говорили, И читали стихи, И будем продолжать Это делать сейчас. И вот мы завершили, Вышли на Есенинскую, Скажем так, тему. Речь у нас пойдет О неком сообществе Людей творческом. Расскажите, что это такое? Совсем недавно, Года два, может быть, назад Мы отмечали 25-летие Есенинского родника. В 90-е, В мутные 90-е Наша библиотека, Сейчас она Есенинская, И директор этой библиотеки Тогда удивительная наша Алла Леонидовна Карпенко Созвала людей. И мы начали думать, А что делать? Ну, все мы на рынок Выйти не можем. Ну да. И мы тогда начали Поднимать тех людей, Кто занимается творчеством. Просто так, для себя. И первая Есенинская выставка Была у нас в музее В нашем краеведческом 3 октября, У него день рождения. Ну, был человек, может, 6 или 7. Следующая, года через два, Она собрала столько участников, Что у нас для нашей финальной фотографии Не хватило места на лестнице. Вот там, на втором этаже лестница, Она была заполнена Участниками, творческими людьми. И если присмотреться, То не у всех у них Благополучно, счастливо Складывается жизнь. Но они себя Вот из этого мрака Вынимают, поднимают, Возвышают творчеством. И Есенин помог. Я вот тогда читала Это стихотворение. Давайте сегодня тоже прочтём, вспомним. Да. И прочитаю его. Кто-то говорит, Ну что вы, Есенин, Он тут и не был, Один раз проехал там то сё. Ну подумаешь проездом. Ну вы знаете, иногда и одного раза Достаточно для чего-то большого. Он к нам приезжал не один раз. Да. Ну подумаешь проездом, Ну подумаешь недолго, Побывал в гостях, А место оказалось по дороге Из Москвы к родному дому, А у нас родник пробился. Не могло быть по-другому, Если с юности влюбился В лёгкий стих судьбы нелёгкой, Мягкий свет российских далей, Что бурьянам да осокой Тропки не позарастали. Так мы встретились однажды По сигналу нашей Аллы, Незнакомые пока что. В тихий зал пришли читальный. За стеной шумело Время, девяностые, лихие, Кто-то бился над дилеммой. Мы нашли совсем простые И прозрачные ответы На безвременье вопросы. Кто и как живёт на свете И чего у Бога просит. Сохранить родное слово Вопреки убогим сленгам, Где зерно, а где полова Беспоспешности в оценкой И предвзятости незрелой Разобраться с чистым сердцем. Знать историю России, Чтобы в помыслах и делам Быть достойными той силы, Что накоплено трудами Поколений негасимых. Вот уж тут помог Есенин. Стал паролем и опорой, И своим талантом светлым Озарил наш круг, Который и сегодня не бледнее, Хоть уносит время лучших. Богатеем молодыми Нас тому Есенин учит Четверть века. Неужели? Говорят, что в самом деле Споры, радости, волнения Говорят, что в самом деле Лечит время. Озареньем. Вот такое было стихотворение. Вот, кстати, Я обязательно должен задать вам этот вопрос. А как к вам пришло стихотворное озарение? Когда вы первое стихотворение написали? И почему? Кто водил вашей рукой? Ребята, я думаю, что Есенин. Всё дело в том, что я родилась В Средней Азии. В пустыне Каракумов. В Ашхабаде. Отец там работал. А вот после землетрясения Наша семья потихоньку Начала оттуда выбираться. И в конце концов Мы приехали на родину отца В Тамбовскую губернию. В город Маршанск. И оттуда поехали мы В село Константиново. К Есенину. Папа там работал. Ветеринарным врачом он у меня был. И была там. Ну, тогда уж сам Бог велел. Сам Бог велел. И вот оттуда Я перешла в шестой класс. И мы перебирались уже На другое место нашей жизни. В Переславль-Залезке. И вот когда мы ехали Из Кузьминского Ну, Кузьминская и Константинова рядом они. Мы ехали И эта девочка У которой сидела с кошкой Там в грузовике На грузовике переезжали. Начала сочинять стихи. А в школе Я их Очень любила читать. Все конкурсы Все победы были за мной. Я этим горжусь до сих пор. Но я думаю, что чтение стихов Это школа Это пароль Это на все тебе Пригласительный билет В прекрасную страну. Ну и, кстати, по поводу Пригласительного билета Мы знаем, что у вас есть еще один Пригласительный билет В мир уже художественных Как картин, произведений У нас есть здесь три картины Есть даже стихотворение Которое можно открыть Нашу тему Художника Прежде чем мы прочтем И покажем картины Скажите А художником как вы стали? А художником? Я думаю, что я была им всегда Просто я всегда Время Пришло время, да? Я была всегда занята На учебе На работе С детьми И так далее И вдруг началась пенсия Мы зарылись на огороде Я увидела, что у многих Получается намного лучше, чем у меня В огороде В огороде У меня там соседка такая невероятная Думаю, у нее там идеальный порядок А у меня ничего не получается Вот так А одна подружка моя Которая меня постарше Она мне говорит Не горюй Надо браться за дело За то, что хочется Приезжай в нашу студию Я говорю Какая студия? Я же Нет, приезжай И вот я начала ездить в студию Я занималась там почти 10 лет Вот И все познала Начиная с того, что Ты можешь вечером нарисовать свое Углем мы тогда рисовали чеснок Оставить у дежурного А на следующее занятие прийти И не узнать свою работу Я говорю, ну нет моей работы Она, оказывается, так хорошо получилась Что я от себя никак не ожидала И вот с этими людьми Я долго занимала И до сих пор дружу И вот опять же вы говорите Про пригласительный билет Несколько лет подряд Мы к себе на дачу людей приглашаем Но с одним условием К нам приходят те, кто Приносит свою новую работу Показать Эта выставка проходит у нас В течение дня Одного воскресенья В сентябре Не просто поглазеть на других А принести и сказать Я тоже хочу Вот ради этого мы делаем Такую выставку У самой, у меня Получается не все И не всегда Ну давайте мы сейчас посмотрим Вот расскажите Вот давайте я покажу вам, что это такое Это Наташинский парк Это пруд в Наташинском парке Так, вот я сейчас показываю эту картину Как долго создается вообще Вот написано 2019 год Ну просто она лежит с тех пор, наверное Я ее, может быть, и не показывала никому У меня еще есть несколько работ О Наташинском парке Вот я знаю, что там много меняется Какие-то аттракционы новые появляются А у вас свой Наташинский парк Свой собственный Да Так, вот еще здесь картина Где у нас есть А это храм Я покажу Это храм Это храм в стиле старикино Это очень дорогой для нас храм Вот Это недалеко от нашей дачи Вот те, кто к нам придут Приедут к нам на выставку Они увидят этот храм То есть это прямо вот реально Реально Он сейчас-то стоит И прекрасное место Батюшка бывает на наших выставках Он нам помогает Говорит добрые слова Ну а вот это То, о чем вы говорили Русская душа Здесь все присутствует А это православие у меня называется Картинка Это сделано в Переславле Залезском Тоже особый город Скажем прямо Ну все родное Близкое Там вот видите В облаках Там где-то Похоже на храм Может быть нет А может быть да Но вот человек Идущий Вперед Идущий к храму Дорога храма Да Несущий в себе Желание Встретиться С храмом С правилами Я думаю На этом стояла И стоять будет Российская земля Ну а на этом Также будет стоять И поэтическое творчество Не только Ваше Но и поэтическое творчество Коллег Потому что Действительно Очень часто И Чего уж там говорить Александр Сергеевич Тоже пытался Что-то Рисовать Скажем Да Было У вас есть стихотворение Которое Каким-то образом Посвящено Теме Рисования Рисования Давайте прочтем Есть у меня Великолепие и простоте Где емок день И быстротечен век Где смех детей В невинной ноготе Так беззащитно Ломок Невесом Чтоб раскодировать Расшифровать Все то Что мы В своей душе Несем Раскрыли краски Станем Рисовать Ну вот К сожалению Время программы Подошло к завершению У нас осталась Одна минута Как вы понимаете Что разговаривать С творческим человеком В то отведенное Телевизионное время Это Очень такое дело Неблагодарное Потому что И то хочется И то и так Тем более Пройден такой этап Но давайте Выберем для финала Стихотворение И прочтем его Прямо сейчас В завершении программы Как посвящение Всем нашим Зрителям Ну я вот Теряюсь в догадках У меня есть одно Стихотворение С люберцами Ну давайте Про люберцы прочтем Посвящение Всем люберчанам Да И в очередной раз Напоминание Посмотрите вокруг В каком красивом городе Вы живете Давайте Чихают Чтобы себя Талалаево Гости нашей Сегодняшней программы Мир преображается Мир преображается Мне кажется Что за столь Небольшое время Которое было В нашей программе Нам удалось С вами Немножко Еще преобразить мир Вам удачи Вам новых стихов Новых работ Новых творческих Свершений Спасибо Что пришли К нам Спасибо вам Что позвали Я очень признательна Вам за это Приходите еще Напомню Что в гостях У нас сегодня Была член Союза писателей России Член Союза журналистов России Почетный гражданин Муниципального образования Люберитский район Поэт Художник Поэтесса Художница Галина Толоваева Это была программа Открытый диалог С вами был Николай Пивненко До свидания Редактор субтитров А.Семкин